Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на последнем уровне сложности на божестве за Людвига Второго Баварского. Но! Все подробности, что мы тут делаем, какой челлендж и даже сейв первого хода в первой серии. Переходите к ней. Ссылка на плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. В общем-то, даже смотреть любой сериал сначала лучше, чем с середины. Ну, а мы продолжаем. Несмотря на то, что у нас тут война идет аж с тремя, кстати, заключить мир они не хотят со мной. Хотят, кстати. Ну, с ацтеком точно можно. Посольство, наверное, не примен, да. С горга. А, она, видимо, хочет, чтобы я ей заплатил. Не, тогда мне пофигу. И скифы, по-моему, тоже не хотят. Ну, хотят, но... Я не, конечно, собираюсь ей дань платить. Естественно, что мы... Просто я эти города захватить не могу. Они из-за гор с таким расположением очень тяжело. Не буду даже пытаться. Ну, у нас, в общем-то, мы вступаем в эпоху развития. Мушкетеров тут там убили. Ахин не растет. Кстати, можно лошадей и железо кому-нибудь попродавать. Да, вот и редкие ресурсы. В принципе, только кроме соли. Предложили все имеющееся золото. Смотрите, восклицательный знак. Прикол. 59 золота. Вход, по-моему, приятненько. Так, а с стратегическими ресурсами? Лошади никому не нужны. Железо. Так. Наску было бы круто где-нибудь найти. Наверное, можно этот лес вырубить. Или... Или болото еще. Покупить клетку с болотой, чтобы Канди не досталось. Давайте. Более, у нас тут Магнус. Но повыгоднее будет его осушать. Храм в Трире. Мечети. Так, у меня полностью укреплена религия. Так. Мы сейчас в золотом веке. За который можно поселенцев и строителей покупать. Карточка у нас стоит, да? А, нет, не стоит. Я решил уже не покупать, что ли, строителей? Вообще, надо бы поставить, я думаю. О, блин, я в конце... В конце прошлого хода, видимо, поменял. В начале, если перед сейвом. Ну, я бы все-таки поставил опять. Значит, пока мы не покупаем, только у нас еще ходов эпоха 8. Национализм 10 открывается. Что-нибудь побыстрее можем? Морскую традицию два хода. Дороговую республику не хочу. Ну, давайте морскую традицию через два хода поставим на... Так, а как бы нам опять в золотой век выйти? Ганза построена, до подводных лодок далеко. Селитра использована. Так, великих людей тут поблизости. Вот, будет инженер. Хотя, блин, я его пропущу, походу. Пропущу. Вот, торговца. Торговца надо взять точно. Но это все лишь одно очко. Какие-нибудь чудеса. Но мы тут дамбы везде строим. Тоже важно. Походу, без золотого века такое ощущение. Я просто думаю, тратить ли мне сейчас веру на мечеть. Кроме того, я хотел начинать покупать миссионеров и идти ими, собственно, исследовать карту и, возможно, обращать в Византию. То есть, видите, отваливается икстополука. Ладно, наверное, куплю мечеть. Или нет. Шесть веры. Плюс крыс-простей. Можно просто построить ее лучше. Я бы лучше построил. И тогда покупал с дополнительным... Да, давайте просто построим три хода. То есть, пока копим веру и на рабочих, и на миссионеров после постройки мечети. Ауч. Че он там? О, предлагает заключить мир все-таки. Давайте воевать. Че нам? То есть, мне скифы точно ничего сделать не могут. Тут минимум клеток, откуда это. А тогда заодно юниты покачаем. Пускай он прибегает. Так, стоимость производства и приобретения юнитов. Компы обычно голосуют, что снижены 50% за производство. Так, что это проголосую? А вот по поводу... Тут, наверное, против меня будут голосовать. Так что сам против себя проголосую. Ну, точно я не нравлюсь с партией, ацтеком и скифом. Вот прям 100%. Да. Так, снижено за производство и против меня. Давайте посмотрим, кто. И Византия даже проголосовала. Амантезум против Тамирис. Ну и скифы против меня. Так же все равно бы прошло, наверное. Я видел банк, сказал 24-часа банки. Но я... Продолжение в этом. минус 2 рыцаря приятненько куда нам отправить шпионов негде вообще до деньги воровать давайте в спарту пока так как бы нам этого поселенца поймать вырублю лес на оружейную так передадим этому городу что магнус сидит чертопать я передал передал оба есть оружейная обратно мелким я думаю клеточку и в берлине так во франкфурте кампус я бы дамбу есть ходов ну надо надо все долго но эти дамбы просто нужны иначе нам тут все будет завалили затапливать очень серьезно больше шпионов нет да так что мы в покровке делать она она пока считается оккупированной поэтому город особо не растет универы давайте строить кстати что насчет кампуса в берлине тут плюс 1 и тут плюс 1 надо бы сюда наверно будет кампус делать но пока пока нет пока просто мечеть поставлю здесь отметочку все прямо скажем те кого я встретил вообще особо не не улетают по по циферкам тридцать три за все на две тихи все что стоит второго места но все чадишин and the future так тут ставим всем вообще не нужны юниты вы видите же 3 3 рыцаря за два хода минус так пропускаем этого инженера так мы куда а вот он свалит ты у меня война на всякий случай надо иметь в виду 250 доставим наверно буду пока апгрейдить так тут же мы убили нет еще господи ладно что открытые границы с феодорой и поскачем этим коником исследовать тоже как и миссионерами 7 послов арму не хочу перекупать мне главное candy держать вот ереван кстати кстати ереван первый посол союзим и можем другое я думаю все-таки лучше миссионеров пока покупать чем апостолов может пока и не и не союзить ереван просто но апостолы так существенно дороже стоит можно за союзе хотя бы три отправить то есть ереван кто не в курсе апостолы могут выбирать любое повышение в принципе все равно давайте первого посла здесь сделаем вправе в ереван и болонию а стоп 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 чушь два действия для строитель только вместо кого-нибудь на городских картей так пока сделаю оболоне чтоб там не воевала со мной не это много интересно кто нибудь мун сын мишель построит так покупаем строителя и дальше в национализм ничего из этого ускорить не могу хотя астрономию там же нужен универ рядом с горой 6 ходов строится универ рядом с горой но вообще давайте потихоньку открывать вот это дин колониализм главное потом отложить будет тори дебилен опять проверить чудеса вот камби лейбл пакет возможное также махал только рядом с рекой так в принципе вот сюда он по-моему на пойме не строится не строится так надо сюда тоже махал ставить чё я будет плюс 6 вообще лишь а прикольная способность вот даже сам опада на уже построенная сама по себе плюс 6 дает еще вообще конечно это способность более сильно в сетевой игре вот на божестве компы слишком много чудес строят соответственно не все из этого работает так ну давайте тот же махал сюда поставим прикол недостроенное чудо плюс 6 культуры дальше собор василия блаженного рядом с центра кашпайш его могу рядом с центром любого города поставить даже кельна вот здесь но я думаю что если в 3 рим его сможем построить это круто будет тут получается он не будет давать никаких бонусов а если сюда поставим тоже будет плюс 6 давать ладно просто плюс 12 ничего так какие еще чудеса катаку in рядом со священным местом про есть храм уницианский арсенном точно нигде медресе санкаре мы можем а рядом с универом в котором есть с кампусом которым есть универ так собор святой софии и катакуин джебель баркал тут за том а так мы вот так поставили вон стоит катакуин и собор святой софии а вот сюда разве не ставится и собор святой софии катакуин тут ставится вот сюда зашибись кайф еще плюс 6 так и катакуин а вот а в берлине у нас есть вот так вот сюда еще катакуин да ну тут опять эту клетку жалко занимать вот сюда катакуин можно давайте в майнце купим эту клетку передадим ее триру если почему нет подождите вот отлично так все чудеса распределил какие возможно и дальше строим торговца не буду покупать мы копим чей не копим а просто вот тут покупаем миссионеров например так красиво чудеса расставлены просто на ровном месте получается я получил сколько за один ход 1216 22 культуры просто расставив чудеса даже не построив их я думаю в сетевой это реально способность будет еще еще сильнее по идее если я правильно понимаю описание что после открытия замка все бонусы культуры все так же дают туризм то по идее это еще должны туризм давать посмотрим следующим ходом сейчас 38 написано только быстро еще на поход но но выглядит так что нет так гайдельберг бегал во франкфурт грешки никакие караван не хотят случайно или я уже с пятеркой путаю в шестерке вообще есть бывающих грешки хотят караван к себе возможно нет ладно продолжу в мюнхен тогда меня конечно византию открывать и к ней скорее всего спасибо за поселенца куда его правда использовать фиг знает для чего всадники среди такой же силы как летучий отряд мой потому у них базовая мощь на 10 меньше но плюс 3 за идеальное место плюс 3 за развед данное передвижение противника плюс 4 за боевую мощь вообще за развед данные может мне такие открыть книгопечатание чтобы тоже развед данные это это за счет того что скифы развед развед эти книгопечатание открыли она я пока тут стою этим бегу византии византию исследовать вот связи с этим всадником может и стоит все таки апнуть копейщика дорого известно куда он сюда поскачет или туда так но я вынужден принимать всегда говори да а блин я опять господи я не знаю почему у меня точно я же должен был принять мир со скифом я и за почему у меня как все любые эти сделки панно давайте тогда сами предложим между скифом я должен был принимать мир или 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 она нам не предлагала счет туплю я сам предлагал счету меня уже или или это я сам ей предлагал мир она требует дань поэтому я не принимаю его 1 так инженера этого забираем с этим может тогда кончу да и достроить джебель баркал нам дает 6 единиц железа ну блин еще железа уже нафиг надо 4 дни цифер во всех 4 5 и в майнце 3 4 5 нет ты уже далеко раз два три 4 да все остальные далеко то есть в четырех клетках 4 веры до 6 плюс 16 вера будет че плюс 20 даже или плюс 16 плюс 20 только в пустыне вообще я бы достроил вот это чудо какие у нас еще чудеса стоят недостроенными тут собор святой софии да но монсон мишель не хочу я хочу тут дамбу сделать миссионеры апостола могут создать веки на один раз больше но общаясь собор святой софии тоже мне нравится здесь у нас василия блаженного точно нет тадж махал я думаю тоже не особо ну и катакуин не особо мне интересно давайте собор святой софии должен находиться на сторону это странное конечно ограничение то есть я должен сейчас типа выбрать собор святой софии вот так сделать и только тогда инженер сработает хотя стоит остов серия обратно должен так переключить чтобы дамбу доделать нормально в тундре 4 еды из-за этих снежных бурь вот с чего тут как как снежные бури помогут повысить урожайность тундры просто думаю ну как вот как что там такое очень жирные песцы стали обожравшись снега любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку в городе постою вдруг до 5 рыцари прибегут так пока не покупая раз мы аю софию доделываем то у нас еще будет один заряд поэтому миссионеров сейчас нету смысла делать и покупать и нету смысла покупать давайте наверно кампус так а тут я уже построил дамбу да да и определенно строится еще подожди а где в этом городе до или в этом городе нигде вот в этом городе я построил дамбу плюс 5 так и тут кампус требуется блин ну тут кампус уже придется ждать когда чудеса уйдут блин священного места тут нету а центр коммерции вот я сюда место стоит так сюда центр коммерции или я в гейдельберге хоть блин какого хрена я тут не поставил или ту или мы тут стояла на центр коммерция просто из-за чуда убра убралась метка да нет вот тут метка на дамбу мы центр коммерции должны были тут ставить в этом городе черт интересно как по мнению я могу продать горга селитру если у нас не война кстати куда нам этот этого поселенца поставить генус вообще места есть ну тут дебильного тут наверное можно действительно с мы туда залезем так тут достроена дамба плюс 7 плюс 4 если может он театрал кум таки поставить и вовремя вырастет город ну конечно вот это способность скифов очень утомительное что они 22 коня получают при постройке строишь одного коня получаешь 2 бесплатно зашибись построить и одного коня и второго получите бесплатно так а это клетка к какому городу кахину относится наверное еду поставлю хотя с другой стороны производства особо что он вообще обрабатывает но ему расти некуда не отдавайте когда производства а но так и а и и и и и ну блин очевидно что надо было они все правильно правильно поставил за чтоб центры коммерции на ганзы влияли так тундры мы обрабатывать вообще никак не можем только если холмы там рудники ставить и все так может из по кругу нас по из покровки помню давайте из майнса бегали из гейдерберга из дерахии бегать здесь покровка разбегает караван бегает из ахина бегает даже из трира бегает из майнса бегает из берлина давайте из берлина отправим тогда даже куплю маяк просто чтоб сразу караван был торговцы насчет за деньги куплю а тут построим кампуса вменяемого нету да да может ганзу соседством туда может быть венециан может сюда ганзу и венецианку тогда рядом давайте наверно так забыть что тут затапливается она так и караван из гейдерберга бегает из мюнхена еще не бегают из самого мюнхена не знаю кампус как-то негде с другой стороны можем и на открытой территории просто без всякого соседства чисто в развитии деньги думаю вот то есть банка не думаю что нам прямо так нужен давайте сюда кампус тогда можно будет и здесь где-нибудь или киллу уже построили киллу построили рим осуждает не пойми за но у нас сейчас плюс сто процентов претензиям так что я думаю все нас будут осуждать как касса рядом только с помощью правительства не строим стоп колониализм надо отложить хотя астрономия она через три хода ускориться колониализм откладываем строительную инженерию все все города в протестантизме моим ну-ка глянем 38 католицизм 20 ну там каши католицизм найс на том континент надо чтобы на этом континенте был протестантизм прячем поселенца может пойти на помощь там кентюн это тот летучий отряд наверно больно будет биться 1800 армии у рима только до конца два хода ну и в тундре не вырубаем лес иначе у нас тут просто ничего нету пройти за еревана а вон ацтек где-то то есть ацтек вот тут поставил вот сюда икста полуку конечно на отвалилась так тут кампус на плюс один только максимум до ну я хочу сюда рядом вот с чудом строящимся не будет плюс один кампуса то будет плюс 2 культуры есть ганза библиотеку или мастерскую библиотеку ну сказать и валет ты еще в игре то есть мы за веру можем цент в центре города все покупать то есть в принципе затопление нам не очень грозит фига он больно ну конечно бонусы силы у компов у меня тут извините плюс 10 к силе до эти забью тифу ним пор защитник веры он так больно вот этим юнитом бьет от плюс 5 плюс 5 защитник веры да то есть у меня всего 50 но я правда ранен и минус 6 но даже здесь и себе не было ранено было 56 силы а у его 58 у меня тоже передвижение противника за заполнение чеки военного курса плюс четыре четыре военных курса заполнено это способность горга она город они не возьмут но неприятно надо собирать и камень так только камень мы наверно франкфурту отдадим чтобы быстрее дамба построилась обратно ахину блин чуть-чуть остается 6 очков эпохи но уже точно без выхода в золотой век последнего строителя покупаем и дальше можно чисто миссионеров 5 зарядов это благодаря мечети и айсофи так было бы 3 так Так, наверное, Ереван надо идти обращать. Тот, кто... Те, которые уже в религии. Слушайте, это Византия сюда ведет посела. Блин, ну не знаю, не хочется мне тут город ставить. Пускай сама Византия ставит, он отвалится ко мне. Я вообще как-то не вижу, куда мне поставить город. Может, пускай и на будущее будет поселенец. Вдруг где какие-нибудь ресурсы на каком-нибудь острове. Строить ли часовню Великого Магистра уже? Давайте, наверное, все-таки универы. Нам еще надо два универа. Не только рядом с горой, но и просто два универа. Внеочередная сессия Конгресса. Че-то не про меня явно. Хотя, почему явно? Может и про меня. Ереван обвил войну в Македонии. То есть, кто-то засоюзил. Я чьего-то шпиона поймал, похоже. А все-таки про меня. Ну, давайте. Кто там впряжется? А как они покровку отобьют? Ну, скифы точно впрягутся? Покровка ж неотбиваема. Блин, чуть-чуть не успел достроить дамбу. Фак. Четыре клетки повреждено. Зашибись. Принято. Спартой и Тамирис. Ну, молодец. Молодцы. Я думаю, что я этот кризис выиграю и получу плюс два к атаке на города и 200 мирового влияния. Ну, давай вперед. Накажите меня за захват Покровки. Византия, Золотой век вышло. Новый контейнт чудо... Мне кажется, надо здесь живут драконы, братья. Сейчас пойду как раз исследовать. Я только одно чудо нашел. Пока сейчас проверим. Нет, подожди, два чуда. Два чуда. Два чуда должно быть. Одно, естественно, АФ Ядла и Акудаль. А другое... Ну, пойти-те. Все. То есть, еще как минимум три должно быть. Если я все правильно посчитал. Блин, а вот этот обходной маневр мне не нравится. Сейчас как в центр города мне... В центр империи моей... Так, ну, тут надо дамбу 100% достроить. Сремонтируем банк. Слушайте, ну, мы, в принципе, все защищены, по-моему, от... Если мы достроим эту дамбу. Или где-то еще могут быть. А континентов этот сколько открыл уже? Три. А, вот это, кстати... Много я думал, я еще на своем... Вот на своем вот этом континенте, я несколько континентов открою. Но уже три открыто. Кстати, а я реально один на одном континенте. Мне, кстати, у меня тут... Слушайте, а добавился туризм. Добавился в туризм за счет этих чудес. Я забыл той... Тем ходом посмотреть, но реально идет туризм. Кстати, а тут есть линза от туризма, чтобы можно было... Вот эти недостроенные чудеса. Да, плюс четыре. Плюс четыре. Тут, ну, это достроенное чудо, правда. Давайте, недостроенные где-нибудь. Во. Плюс шесть туризма. Ну, это, кстати, тоже очень круто. То есть, недостроенные чудеса после открытия замков реально туризм дают. Плюс восемь туризм. Ну да, тут четыре района вокруг. Охренеть. Ну, это, это тоже очень крутая способность. Блин, мне бы, конечно, скорее миссионеры в Спарту надо. Может, как-нибудь замиримся. Вообще без шансов. Не, она ведь вообще не хочет. А я думаю, с кризисом, пока кризис, вообще она не будет хотеть мириться. Великого флотоводца. Создать центр коммерции. Это точно мы сделаем. И создать гавань. Шпион Римской империи. Поймали в Деррахии. А как он Деррахию видит, интересно? Что-то я не пойму. Реально, как вот он мог Деррахию видеть? Рим. Так, астрономию откладываем. Следующим ходом она должна открыться сама по себе. Не, надо прямые паруса. И индустриализация. Потому что я универ дострою рядом с горой. У меня сейчас валет-то возьмет, скорее. Так, а Спарта куда? Ой, колонялизм, открыли. Строительную инженерию и открыли. Помните, что политика, колония, империализм и война. Сейчас посмотрим все эти карточки. Так, а куда Спарта в летучем? Не в центр моей империи? Вроде нет. А я теперь кампус тут не могу строить. Ремонтировать надо Бавовну. Все, достроили, слава богу. Все, тут больше у нас никаких наводнений. Ну, они могут происходить, естественно. Но они не будут ничего нам ломать. Ну что, последнего Губера возьмем. Я бы, кстати, Амани в валету отправил. Или я, подожди, или я не могу отправить, пока война идет. Помню, не могу. Угу. Ну, давайте тогда пока в Ереван. Открытые границы с Ацтеком возможны? Возможны. Так, а к этому отправим посольство. Ну, я тут сейчас смысла два действия ставить, потому что у нас уже все... Так, и первый посол... Да, подождите. Некуда отправлять, да, первого посла? Тоже уберем эту карточку. Шпионом меньше времени на... Ну, у нас пока аж один шпион только, да? Я думаю, карточка на шпионов пока не надо. Просто колониальные налоги. А есть просто плюс два влияния. Давайте накапливать еще штуки. Хотя у нас их девять уже. Но у нас и денег достаточно. Ладно, накапливаем послов. Олигархическое наследие. Ну, я сейчас не веду прям конкретную войну. Так что я лучше что-нибудь на развитие бы поставил. Он на турфилософию ту же. Плюс 10% к науке. Нормально. А на счастье у нас тут ничего нету больше, да? Олигархическое наследие. православие это византийская религия до православие византия 12 городов и у нас еще конфуцианство македонская два города так ну вообще по-хорошему надо союзить ереван потому что иначе мы не уберем отсюда православие давайте союзим и а тут еще нету так наверное мы блине жалко тратить тогда в берлине просто покупаем апостолов потому что тут уже мечеть построена тут еще нет и жалко тратить я не хочу за веру покупать чтобы нам дали все возможные улучшения по вовну бежал вернусь тут я убегал от летучего отряда спартанского пока храм тогда продолжим не дают кампус достроить варвары которые против обучения антонариву хотел центр коммерции построить я помню так ну теперь дальше национализм пошли с формального повода никакого нету ну а тут отношения нормальные так скифи а когда вы планируете покровку то отбивать кризис кризисом а делать что-то надо о там убился латник обменя отлично и тут убился мушкетер об гейдельберг тоже здорово на жителей пергамости зашло озарение несмотря на войну то есть постепенно признаете где пергам наверно тут где-то блин ереван перекупили или мне так подожди а почему ереван не виден очевидно вот это бывают такие глюки ереван мой сюзерен но я не вижу ни его юнитов не его территорию что за дела вот иначе тетлан не обращен зашибись сейчас ацтеки увидят свет протестантизма так нам надо к константинополю идти берем распространение религии снижает на 75 процентов влияние других религий в выбранном городе и нанимаем еще апостола двоих нам хватит чтобы заразу православия вычистить с лица планеты потом скрепы вот это знаете зачем нам здесь пока треугольничек буду делать что-то давайте беспорядки провоцировать и за что такие низкие шансы у гор говорят ли она уже вышел там в карточке которые снижают действие шпионов так а вот требушет это звоночек так а тут апостол и что же снижает на 7 5 лет других религий у нас и уже куча миссионеров которыми мы будем нашу религию распространять но нам надо сначала убрать православие из городов да блин я столько что подходил не было тут православия да блин я столько что подходил не было тут православия нет тогда пока не распространяем или часовню великого не пока все не буду пока армию за веру покупать что и и так как она с ганза тут самая это 8 да ну скорее все тут и будем делать фабрику хотя до гейдельберга не дотягивается блин 3 4 5 6 тоже не дотягивается видимо в кельне тогда раз два три четыре пять шесть я точно дотягивается раз два три 4 5 и 5 не дотягивается до майнца но до всех остальных перри 5 до еда хина учула франкфурте тоже сделаем 1 2 3 4 до 1 2 3 4 5 блин до покровки да господи ладно везде большое соседство так что можно угольные во всех трех этих сделать как венецианский требует что вы тут разве не могу что она требует сессию с промышленной зоной на побережье ну по идее все а вот можно сейчас бахнуть венецианочку нет да мы пока не строим кстати статуй свободы по идее могу вот сюда нет чем плохо дан устроим сначала мастерскую плюс 4 плюс 2 кайф это конечно зашибись и туризма настолько же еще дает плюс 4 плюс 2 то есть а что у нас тут по туризму ну я на втором месте вообще не имея никаких туристических и то есть никаких шедевров я вообще есть у меня какие-то реликвиями там храм о этот копье судьбы и вот это там кто-то продал но все равно то есть ничего не делая скажем так на то чтобы шедевры иметь ух ты осуждает манты зума колесница бежишь made a big mistake это покинение а угля нету и даже рядом нету вот уголь в под в пазы рыки а тут даже нормально угля блин в инстополуке в экстополуке рядом с дирахием ну в принципе как будем считать что он есть все таки и 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 кровь мученика за озеро крейтер в очередной раз должен рассказать что я был на озере крейтер вот фоточка нахождение на озере крейтер как они смотрел он конечно красиво и реально нет не помню конкретно в штате вашингтон или штате орегон по пути из сиэтла заезжали посмотреть но действительно очень красиво и необычно потому что она очень высоко и так пашка регоне в жерле вулкана находится бывшего и оно такое холодное там холодно то есть если фотку вот сравнивать с этим то я где-то вот здесь нахожусь в этих лесах возможности можно было ближе приблизить камеру мы бы меня увидели но нет не видно так кровь мученика давайте в храмы реликвии они вопаданы всякие так что он строит кассу а монстр мишель никто не хочет поссорить я бы хотел чтобы в авточном тут я еще дамбу должен мочь поставить идет все таки карательная бригада на покровку очень страшная он еще дубика ведут на заклане и так я решил в кельне сначала достроить фабрику и угольную может просто купим давайте куплю ну чтобы уже сразу фабрика начинала действовать следующим ходом нету никакого не могу никому объявить войну имея формальный повод ну что там уже струю армии у спарты то может это правда полководец неужели она уже вышла в мобили за ау да черт 1200 сушите вот это вот это уже опасненькая если бы эта армия приехала гейдельбергу тут хана была бы против городских атак но я вряд ли бы на это лучше зону контроля возьмем что я вряд ли тут буду атаковать этими там или к пушки апнув буду атаковать города им чем кажется сумел угольные во всех ганзах надо будет построить ну просто потому что еще плюс 16 производства что давайте фабрики блин там апостолы уже в защите стоят и там апостолы тяжелое поражение потому что атаксис тоже на них действует вау то есть способность византии действует и на священники религиозные юниты блин так тяжеловато сейчас будет может купить апостола с с прокачкой на религиозные так русскую долину нам по моему негде ставить не почему негде вот тут к там фабрика нужно или тут тут наверно надо ну короче фабрики везде строим бельми как сейчас меня апостолы православные немножко потомкали моей священным писанием на на это настукают есть такое ощущение кодилом так сказать отпоют этот лес ну магнусу конечно передать обли не могу я все время забываю пока покровка так ладно может замерить я помню что она не хочет мириться до ясно нам на реке надо священные места ставить напоминаю вот где петра построена вот джебель баркал в разработке кстати может стоило все таки нам достроить его но мы думаю что мы не успеете в каком у нас видеть же бель баркал и в каком тут уже осталось буквально чуть-чуть и и и и и и и и 100 плюс 3 ушло от разведданных это плохо она уменьшает силу апостолов слышь валетта не трожь торговцев нет мы будем обращать города в нашу религию очевидно что византийцы хотят следовать протестантизму мне очевидно не запчута не очевидно византии правителям византии точнее так ну все-таки хочу театрал очку наконец-то поставить тем более что она на плюс 5 все он достроили джебель баркал так а почему у нас еды не хватает и и и и и и и и и Можем два каравана купить на деньги или все-таки внутри или внутри империи отправлять на деньги Странно, такое ощущение, как будто у Византии и много места, а с другой стороны как-то и мало Мне кажется, в Византии 100% Ереван и Валетту надо было захватывать и вот тут как-то как будто еще город должен был влезть Если факты не соответствуют теории, то это национализм, который в Германии Играет музыка Так, наверное, ничего не меняем 53 Да, это только у Ганс За Германию вот такие бывают циферки Пока урбанизацию Здесь Ну, в самолеты надо идти Вообще, наверное, сначала нефть открыть Или мы просто идем в современные вот так прямо Две верфи я не построю Озарение для одного человека и мастерские и три культуры Наверное, возьму Три культуры нормально Ценителя возьмем пингала Блин, до 15 жителей мне бы еще вырасти, чтобы урбанизацию ускорить И озарение электричества Там, по-моему, два капера, да? То есть, в принципе, это мне нормально Всего один морской город И тут еще не выплыть Мне не очень хотелось бы каперы строить Прямо скажем Прямо скажем Прямо скажем Прямо скажем Вот этими ранеными юнитами не буду Ничего делать Потому что они меньше Меньше обращения дают Надо еще, наверное, апостолов Вообще, по-хорошему Раз в Византии довольно много военных этих религиозных юнитов делает То мне надо апостолов на религиозную баталию покупать Просто возвращаем в священные места, чтобы вылечить их Я с православием разберусь Ничего не будем менять Посмотрите на себя Ваш народ терпит беззаконие Ваши друзья презирают Вот не нравится ей, что Православным не нравится, что скрепы их шатал Я твой скрепа шатал Не знаю, как это по-немецки Но Теологические баталии уже в следующей серии, я думаю Начали, но продолжим В следующей серии Тем более, что Мюнхен считает себя по праву очагом культуры А мне никто даже не помог, прикиньте У меня была просьба о помощи И никто не помог Сволочи Но продолжение в следующей серии Спасибо, что смотрите На этом все Спонсоры канала, кстати, могут уже поискать в плейлисте Ссылка в описании В прикрепленном комментарии Играйте в умные игры Слава Украине Живее Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно, суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео